привет вас если бы не глава центробанка российской федерации экономика россии разваливался бы уже давно это не шутка это правда это не фала на бюллин я лично ее не знаю сразу говорю но я знаю людей которые с ней работают да да сейчас конечно я с этими людьми не общаюсь до всех этих событий общались они очень много рассказывали о на бюллин и вообще о том что она как делает да я читаю официальные новости и скажу так если бы ее не было экономика россии уже прозволилась это не шутка да действительно на сегодняшний момент сложилась какая ситуация российские генералы бестолочь путин можете дальше матюкаться карель идиоты но силуанов министр финансов и глава центробанка российской федерации вот эти люди которые фактически спасают экономику россии ну и позволяют хоть как-то оттянуть коллапс оттянуть но ничто же обращаю ваше внимание что на закрытых совещаниях на бюллин называя ситуации катастрофичны и экономика россии при всех финансово движется к экономическому коллапсу это не шутка для членов клуба конечно мудрости я много раз сделал видео показывал валютный рынок россии показывал бюджет и тогда все это показывал радость цифры фактами для всех вас рассказывать не буду теки для членов клуба конечно мудрости скажем так на сегодняшний момент что делает набиуллин действительно делает она латает спасает ну если верить разведаны то и она действительно была против войны ну вы сами понимаете что перед войной эти совещания были она всегда выступала против за предупреждала что это для экономики россии колоссальный удар них что это не но поймите правильно она глава центробанка есть российской олигархи которые грабят россии они 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 не мы за две-три недели за этой неделе поймите что вы правильно немножко поняли на сегодняшний момент курс доллар рубль это искусственный курс центробанк это признают и даже самые близкие люди до 1 бюллин говорит ну она действительно что называется закрутила гайки действительно и сделала искусственный куст из курс не соответствует действительности это факт это знаете что идет массовый изъятие валюты у населения принудительное и у бизнеса вышли забрали практически все доходит до идиотизма когда фактически даже таких ну крутелеков кто не успел загнать за границу эту валюту подбирать но вы наверно много раз слышали заявление на бюллин и что доллар евро это все плохо китайский юань дамы и от китайский юань но его тоже не хватает это правда в россии катастрофично не хватает валюты я не шучу показывает табличка катастрофичный золото валютные резервы арестованы там все на все осталось золото который практически невозможно продать и пытаются продать и продают китайских юаней очень мало ужасно мало несмотря на все старания все очень то есть ну наглеет китай наглеет на плюс ко всему наблюдаю ну как бы конечно она публично никогда не будет ругаться из центробанка китая во время от времени вот и и спик либо я проскакивать что вот ну зачем там банки китайские блокируют валютные операции у российского бизнеса где используется китайский юань вот время от времени то есть до блокирует то есть грубо говоря центр банк китай сейчас просто давит на центр банк российской федерации ругаться нельзя это приходится лавировать и вот такая ситуация и хочу вам рассказывать этому специалистам сказать что сделано бюлевна чтобы спасти ну курс доллару и почему-то искусствами ну рассказывать всем вы не поймете ну как бы это целая такая громадная лекция но если по простому сказать так она пережала все все что так возможно но результате этого да действительно она уничтожила валютный рынок который был до войны и сделал что-то наподобие как бы сказать такую ванночку небольшую между прочим это красный ванночку то есть если раньше в океан валютный рынок сейчас ванночка где там топчутся по этой причине да действительно сейчас вот такая забавная ситуация например экспортер российский продает китай ну давайте лес китай нахально платить рублями она дыли на горит нет вот экспортер же продавал он должен продать валюту между рублями заплатили ничего не звать продавай валют спортер покупает валюту опять продает причем ты же понимаете минус минусы для чего он это делает да она фактически грубо говоря в белатку и налог и прессует до спортер а что остается делать вы наверно знаете что на сегодняшний момент фактически но это еще когда война началась и когда началось бейство капитала она перекрыла все что возможно по поводу вывода валют и так дальше понятное дело что как ты не прикрываешь всегда находятся хитрецы тем более сейчас в россии идет как бы все люди которые близко возле власти знают что россия хана по этой причине максимально продают и свой бизнес свою недвижимость и понятно валюту жену за границу но куда европу в сша да использует схемы и если посмотреть то я говорю что не молодец делать но схема находит шарах запретить другую шарах куда действительно сейчас очень часто бьет по рукам ну я говорю что всегда вот если вы что-то запрещаете всегда находят обходные варианты то сразу через биткойн не работает а тогда и действительно там придумать ну это можно знаете вот для специалистов можно много рассказывать потому что действительно очень прикольные оригинальные схемы придумывали российские бизнесмены чтобы вывести валюту за границу но и сейчас на сегодняшний момент ну скажем а так один выход брать наличные и вести так что где наличные достать но вы сами знаете россии сейчас купить нормальную валюту не черный рынок есть конечно а так практически причем курс собачий очень сильно действительно очень сложно сейчас говорю что люди продают недвижимость лишь понимаете а то она там стоит миллионы долларов как эти миллионы за границу закинуть потому как их легализовать да такая ситуация что касается финансирование войны ну если по простому сказать на сегодняшний момент идет просто ограбление всех да набиулевна максимально старается не допустить миссию она контролирует это надо должен ну понимаете вот если вот я так понимаю почему скажем ее и оставили она же действительно хотел после войны свалить она очень хотела уехать и действительно чтобы но путин не пустил сейчас противнюю санкции ввели так никуда она не денется так вот смотрите какой возникает нюанс что на сегодняшний момент вот на войну вся здесь не хватает и всегда давай 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 нет я не скажу что она не дает отчеты центробанка есть причем там по закрывали очень много но некоторые все-таки данные есть когда миссия на делает но я вижу что ну знаете вот не так чтобы все где можно прижать эту факт вот был случай роснефть просила бабло она не дала это но официально сообщить что там сечень обиделся и мишустин мишустин тогда на и вообще наехал что она мол типа убивает экономику россии что я политика я действительно не дал но наш понимал что сейчас ну понятно если эти деньги дать никогда роснефть потом их не вернет все тупая миссия не однозначно туде происходно понимать так что вот такой вот нюанс ну смотрите вы правильно поняли сейчас что делает российская власть она действительно сейчас вымывает деньги из российских банков в россии что правильно поняли вот есть пять больших банков это практически вся банковская система так сложилось в эти монстры они практически все контролируют но 80 процентов 20 все там остальные и на сегодняшний момент идет просто изъятие у них денег как изъятие через добровольную покупку государственных ценных бумаг и финансирования войны эта ситуация довольно простая министерство финансов делает эмиссию зарплаты не в рублях рублях не переживайте выставляет на рынок триллионы там триллионы там даже триллион и тут случайно сбербанк россии как сумасшедший все это скупает идиот просто но действительно тогда получается что не надо делать эмиссию я говорю почему тут есть такой конфликт что она нет партия пускай но что значит скупает уже забирать деньги депозитов для того чтобы сбербанк купил и на день и получается он депозиты забрал деньги на войну вытры потратили все они сгорели однозначно никто не вернет сбербанк обращается центрбанк просит референсирования на бюллет не дает нет а надо от 20 рун давал вас сейчас не дает не дает и там вот время от времени вы отголоски ты слышите что-то на тем самым не дает работать банком проблем да да сбербанк выплатил дивиденд почти три три черта дивиденд опять же семейцы ну дождей не пошли и понятно что сейчас сбербанка дырка и сейчас эту дырку чтобы закрыть ну естественно что они-то ночной рефинанс берут но не хотят длинный на бюллет не дает молодец явно и без него маленькая ситуация вот если дача с рефинансирования сбербанка россии никогда не погасит да не погасит он его понимаете причем это ж не это ж не миллиарды триллионы не погасит причем это чистая эмиссия чисто вот как бы там кто не называл эмиссия это эмиссия и получится а потом говорю что сейчас действительно вот почему набивленное ее окружение считает что идет экономический коллапс да вырывает все да вытаскивает да на войну причем вы же понимаете ну политика такая вот еще месяц мы победим вот еще да да мы понимаем что нельзя это делать мы понимаем что мы сейчас грабим банки мы понимаем но сейчас мы победим и все на победы не это не будет одна из причин почему путин постоянно просит переговоров да поймите вы наконец-то там ситуация мать и вот что сейчас то я думаю такое точно ну это не до времени рассказывали я с вами сейчас не мог что она бы улью на это тот человек кремле который имеет возможность говорить правду в лицо олигархам ну понимаете пацаны прощать вопросы тому же безумомущенку путину мишустину то есть она в лицо давайте я думаю сейчас она может наверное и когда она говорит что вот денег нету или ты миссии то есть мы в этом и в лицо и говорить она реально могут показывать потому что они все да сейчас мы и почему же действительно постоянно крем переговоры потому что им позарез надо остановить расходы на позарез бабла нет нет понятное дело что еще выгребать но потому что вы правильно немножко поняли вот если посмотреть на федеральный бюджет российской федерации там забавный там очень большая часть доходов называется благотворительный много благотворительными несколько благотворительная помощь такую то есть какие-то идиоты триллионы просто так на держи ну это же как раз вот это есть выгребать то есть дата добровольно добровольно нет таки говорю выгребают но и понятное дело что вы же не хуже меня понимаете что ну даже несмотря на то что газпром в убытках ну звонит грубо говоря из кремля надо перечислить наперед прибыль вот сейчас газпром заплатил на 3 прибыль за 2020 год ну вот что же не закончился а он говорит а мы знаете мы прибыль получим мы вперед платим налог молодцы окротизна окротизна и то же самое что газпром заметно то же самое другие да вот такая ситуация вообще конечно по большому счету я понимаю в каком ужасном состоянии это набивали она видит реальную ситуацию она понимает на происходно понимаете я думаю что и довольные действительно это что что рассказывает эту правду она предупреждала что ребята экономика россии не выйти на большая на бестолкова а сейчас он это все видит видит что коллапс нарастает она как бы одна потому что понятное дело она то может где-то там прыжать дожать так дальше но но есть но сами понимаете потому что пацаны в кремле а плевать хотим дальше вороем дальше развороваем дальше ну еще такая новость там же что вы знаете что в связи с ситуацией регионы остались без денег и конечно бросились с просьбой чтобы их прокликтовали и государственные банки начали выдавать кредиты но естественно почали просить под эти кредиты рефинансирования в центробанке частично дала я понимаю что она понимала 6 не даст банк и становится но я так могу представить так как это все дело с этим регионы набрали кредит и никогда не пасет однозначно и это понятно а с другой стороны это часто надо новые 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 бедные банкиры так вот всегда так что когда развалится сбербанк российской федерации как сбербанк ссср и когда пропадут депозиты не говорите что я вас не предупреждал фактически чтобы правильно поняли когда где делись деньги сбербанка ссср туда и делись поймите что что значит сбербанк ссср собирает депозиты а деньги цккпсс тратит на войну в афганистане ну не вся часть ну часть еще пошло на братскую помощь так дальше и когда развалился а где же это деньги таких не этих уже потратили не поймите мне деньги депозиты это же не мешок лежит банки как некоторые то же самое сбербанк и россии сейчас депозиты да но деньги эти ушли на войну и никто их не компенсирует абсолютно ну ну типа мы победим и потом мы как во-первых победить невозможно а во-вторых как за счет чего такая вот ситуация сейчас россии здесь я действительно скажу что на дуру нам не как банкин ранец если бьё не было уже потом она миха россия развалилась это говорю как банкир действительно и действия очень очень правильные молодец ну что ж специалист но служит дьяволу что есть то есть благодарю за внимание и до свидания витаю вас ну якщо дивитесь мой канал значит щось зацікавило тому я пропоную вам стать спонсором мого канала заходите на титульную стринку мого канала тиснете кнопочку спонсорство и два пакета для спонсоров дешевше не бувае и клуб экономичной мудрости дешевше не бувае это перв за все для тих спонсоров которые хотят поделитесь премьерный показ эксклюзивного видео поспілкуватись позадавайте запитания под час стрима и отримать ответ клуб экономичной мудрости ну это уже как что вы хотите занятись бизнесом и не разорвать инвестировать гроши не лишь в украине а и за кордоном и как это сделать правильно что був прибуток ну и податки правильно сплатить ну и самое основное клуб экономичной мудрости это про экономику но и настолько простыми словами что даже если вы не экономист все понимаете так что ставьте спонсором не пожалкуйте